Здравствуйте, продолжаем наш эфир и представлю нашу следующую гостью Анна Малкина. Здравствуйте, Анна, политолог и доктор политологических наук. Будем говорить мы о итогах выборов в местные советы, которые пришли в Украине 25 октября. И посмотрим сюжет, какие же мнения собрали наши журналисты, потом обсудим в студии. 46,5% выборцов проголосовали на выборах до місцевых рад 2015. За данными громадянской мережи «Опора», найактивнейшими виявилися мешканцы Захидных областей, а не пасивнейшими – Південних. Констатують спостерігачі порушення низки міжнародних стандартів. Позбавленими права голосу виявилися мешканці Маріуполя. Там бюлетені надійшли до дільничих виборчих комісій. Зірваними виявилися вибори і в Красноармійську Донецької області. Тутешня виборча комісія визнала бюлетені незаконними тільки через те, що вони були роздруковані в приватній типографії. Експерти кажуть, на членів виборчкомів у Маріуполі та Красноармійську вплинули політичні сили. Але, за словами фахівців, провести повторне голосування у цих містах поки що неможливо. Для цього треба внести певні зміни в чинне законодавство. Крім цієї законодавчої формули, ми також наполягаємо на те, щоб оперативна правоохоронна система і ЦВК дали повну оцінку тих подій, які відбувалися в Маріуполі і Красноармійську. Тому що, якщо не буде надана така оцінка, то ми можемо отримати і на нових виборах відповідне відтворення протистояння, яке призведе до грубого порушення прав громадян. Разом з тим експерти констатують, централізованого адміністративного ресурсу, який би міг вплинути на результат виборів, не зафіксовано. А от поодинокі порушення фіксувалися. Найтиповіщими з них стали спроби отримання бюлетенів без паспорту. Такі інциденти трапилися на 17% виборчих дільниць. Це не означає, що всі 17% втілилися, призвели до конкретного результату порушення закону, тому що в більшості випадків присутні спостерігачі, в тому числі наші, які фіксували ці порушення, звертали увагу членів комісії, самих виборців, пояснювали їм, що реалізувати своє виборче право в такий спосіб неважливо без паспорту. На цей час вже з'явилися проміжні результати виборів. Зокрема, у гонці на посаду мерів Києву та Харкову лідирують діючі міські голови Віталій Кличко та Геннадій Кернес. Найпопулярнішою партією на Дніпропетровщині прогнозовано став Укроп. За кандидатів до міськради від об'єднання патріотів проголосували більше 30% виборців. Дарія Сплюхіна, Дмитро Гришко, Соціальна країна. Дмитро Гришко, Соціальна країна. Дмитро Гришко, Соціальна країна. Украины независимости, вот в этом законе, что интересно, была установлена минимальная явка избирателей, для того, чтобы выборы считались такими, которые состоялись, должно было прийти на выборы не менее 25% зарегистрированных избирателей, то есть 25% это явка, которая является уже допустимой, явка на уровне 46% в общем-то достаточно высокая. Ну если сравнивать даже с европейскими странами, да, где в принципе там все стабильно, нормально, нормальная ситуация, вот у них обычно такая активность, да, но вот все-таки в Украине столько всего происходит разного, и сейчас как никогда важна гражданская позиция и активное участие граждан, но и на самом деле об этом говорят многие эксперты, и мы в своих эфирах повторяли очень часто, Ну вот, если исходя из ситуации военной, оккупированных территорий, вот эти 46%, о чем это говорит? Ну это может говорить о том, что, во-первых, люди определенным образом уже устали от выборов. У нас год назад, чуть больше года назад прошли внеочередные президентские, внеочередные парламентские, и если бы была видна существенная положительная динамика в реформировании государства и общественных структур, то может быть в поддержку этих реформ гражданское общество проявило бы более активную позицию. Поскольку таких изменений существенных не наблюдается, то абсентеизм, то есть возможно даже сознательное нежелание граждан голосовать, это стало причиной той апатии, которая связана с отсутствием реальных каких-то изменений в управлении нашим обществом. Кроме того, я хочу сказать, что на самом деле, в общем-то, многие констатировали, в том числе и политики, и те люди, которые не пошли на выборы, и те, которые пошли на выборы, что, в общем-то, выбирать-то было особо не иского. И это были или старые лица, которые уже себя определенным образом зарекомендовали в политике, как люди, которые, в общем-то, не показали какого-то эффективного результата, или новые политические силы и, соответственно, лидеры, от которых на самом деле не знаешь, что ожидать. И вот на сегодняшний день я хочу констатировать, что в Украине существует очень серьезный кризис лидерства, вот настоящего политического лидерства. У нас много лидеров общественного мнения, у нас очень много лидеров общественного мнения в соцсетях, то есть людей, которые умеют красиво написать, вроде бы как-то красиво свою, доходчиво свою мысль выразить. Но политических лидеров, которые способны мобилизировать население, мобилизировать граждан для достижения общественно значимых целей, у нас, по сути, единицы, их очень мало. И это очень наглядно было продемонстрировано на местных выборах. Это вы голосовали в Киеве, и вы говорите, что у вас здесь тоже проблемы были, кого же выбрать. А в чем причина, как вы думаете, явка ниже всего Востока и Юг Украины, в чем причина низкой явки именно в этих регионах, это потому что там тоже абсолютно суженный был круг и не из кого выбрать, или какие-то другие причины, может быть там уровень апатии гораздо выше? Дело в том, что явка по регионам Украины, она всегда была неравномерна. И западные регионы, мы в сюжете об этом увидели, они как демонстрировали более высокую явку и активность политическую, гражданскую позицию 10 лет назад, 15 лет назад, так они и продемонстрировали ее сейчас. Что касается южных областей, то опять же таки, это население Украины более такое, знаете, спокойное, малоподвижное, и активность там также. Если мы посмотрим на статистику, да, и на результаты предыдущих выборов, и не только местных, но и парламентских, и президентских, то в южных областях явка традиционно была ниже, чем в западных регионах. Поэтому тенденция по явке региональная, она сохранилась и на этих выборах. Это на самом деле такой важный момент, да, а вот такой небольшой, списки-то могут быть большими на самом деле кандидатов, но качественно. Это или совсем неизвестные люди, или приехавшие из других регионов, да, там, например, у меня в Борисполе были кандидаты в мэр из Днепропетровска, например, причем с фамилиями действующего мэра, что самое интересное. Но вот и это во многих регионах, ну, Украина, в принципе, везде вот такая одинаковая ситуация. Вот что в такой ситуации, в принципе, делать? Голосовать против всех или выбрать того, кого знаем, пусть он нехорош, но, во всяком случае, мы уже знаем, на что он способен, на что не способен, так безопаснее. Ну, дело в том, что, к сожалению, наверное, или к счастью, сложно сказать, но графы против всех в избирательных бюллетенях уже нет. Можно несколько плюсиков поставить и испортить. Можно испортить, да, можно испортить бюллетень, можно написать пожелания избирательной комиссии или центральной комиссии, да, все что угодно. На самом деле это не выход. Конечно же, избирателям необходимо было, да, достаточно серьезно подойти к выбору кандидата, определиться с кандидатом. Потому что, если мы говорим о местных выборах, то претендент на пост мэра города или депутата городского совета или областного совета, это должен быть обязательно человек, вот по моему глубокому убеждению, который знаком с проблемами региона, то есть это человек выходец из этого региона, который знает специфику, который имеет опыт хозяйственной деятельности, да, и так далее. То есть вот этот вот профессионализм, он должен быть и корни, да, должны быть основными, наверное, качествами, которые должны влиять на выбор того или иного кандидата. Но, что я хочу отметить, вот почему-то меня это очень сильно удивило. Не проводилось какой-то такой активной, разъяснительной работы по поводу того, каким образом будут проходить выборы. То есть я имею в виду процессуальный аспект избирательного процесса, направленный на информирование граждан о том, как голосовать, там, да, как выбирать даже, да, кандидатов, как будут распределяться места потом, да, кому достанутся. Что такое открытые списки, как это работает. И плюс, скажем так, определенная разъяснительная работа, я имею в виду призывы, все-таки прийти на избирательные участки и проголосовать, адресованы молодежи, там, и людям среднего возраста. Вот это то, чем должно было государство на самом деле заниматься, государственная такая социальная реклама должна была проходить. Ее было очень мало. Она появилась, по сути, в последних там несколько дней, да. И появилась она, опять же-таки, в последних несколько дней в соцсетях и не была инициирована субъектами этого электорального процесса, политиками, известными, то есть которые все-таки с этими призывами вышли. Но широкой, такой массовой кампании, ее почему-то не было. Это удивляет, это и повлияло, да, на явку такую небольшую. А о чем говорят сорванные выборы? Ну, сорванные выборы, несостоявшиеся, да, все-таки это, может быть, там, прогнозируемые проблемы возникали, там, там, вроде как за какой-то период до этого. Выглядит на то, что эти испорченные бюллетени, это все было как-то задумано, совершенно не случайно сделано, да. Кому выгодно, возможно, чтобы выборы вот в этих регионах не состоялись? Ну, знаете, здесь можно только какие-то определенные предположения озвучить, потому что, конечно, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Если выборы не состоялись, то в этом были заинтересованные лица. Я, скажем так, политкорректно сформулирую эту мысль следующим образом. Вероятно, результаты голосования, которые были просчитаны настоящими соцопросами, да, то есть не теми, которые презентовались населению, а которые действительно мониторили, делали замеры общественного мнения, электоральных настроений. Вероятно, результаты этих голосований вошли в серьезный диссонанс с, скажем так, ну, возможно, представителей действующих, действующей власти, действующих политических сил. Возможно. Но это как один из вариантов. Второй из вариантов противоположный кардинально. Опять же, такие возможные результаты выборов показывали, что граждане этих городов, в которых выборы не состоялись, наоборот, готовы были отдать свои голоса за более, скажем так, либерально-демократические, проевропейские силы. То есть позиции, они достаточно полярные, но выборы не состоялись, и теперь очень важно, чтобы они на самом деле прошли 15 ноября, потому что для действующей власти, я считаю, что это вопрос чести, эти выборы провести, потому что проведение вот таких вот выборов все-таки достаточно открытых, которые ложатся в конву законодательства и которые соответствуют этим нормам, да, очень принятым демократическим, это как раз-таки вот та визитная карточка и те аргументы, которые наша власть действующая может предъявить западным партнерам. Да, у нас сейчас на повестке дня стоит серьезный вопрос по безвизовому режиму, да, и вот сейчас это обсуждается, и в перспективе запланированной на 2016 год запланированная возможность безвизового въезда на территорию страны Шенгенской зоны граждан Украины, имеющих биометрические паспорта, да, этот вопрос сейчас решается. Поэтому проведение выборов, это в том числе необходимая мера, да, для того, чтобы этот процесс все-таки по евро, да, вернее, по либерализации визового режима был доведен до хоть какого-то логического конца. Вот мы сейчас покажем, как выглядела политическая карта Украины после местных выборов в 2010 году. И вот можно ли сказать, по вашему мнению, что монополия на власть одной группы интересов на юго-востоке Украины пошатнулась, и что там начинается политическая конкуренция? Да, вот как выглядело все пять лет тому назад? Партия регионов, там единый центр, вот, значит, ну да, абсолютно, да, мы видим, да, абсолютное преобладание. Синих и голубых цветов партия региона видна с на абсолютной бельщицей. Ну, дело в том, что если анализировать расстановку, да, партийно-политических сил, партийную систему в Украине за все времена независимости, и с 2010 года тут, по сути, ничего не изменилось, то у нас речь идет о кланово-олигархической системе. То есть у нас нет, по сути, какого-то такого демократического режима, плюралистического, который основывается на конкуренции политических партий, находящихся в определенной автономии от, ну, не бизнеса, а от капитала, да, от денежных потоков. У нас, вот, как раз-таки, как это можно сказать, конкурент, состязательная олигархия. Вот у нас вот такая, вот такой вот тип партийной системы, если так можно сказать. Это очень важно, потому что это окрашивание, вот, пять лет тому назад, оно происходило просто насильно. Вот это лидеры в разных регионах, которые были там независимы или беспартийны, если можно так сказать, их принуждали к тому, чтобы вот присоединиться к партии регионов на то время, единицы только на самом деле, там, как-то выдержали и не пошли на эти условия. Вы знаете, по-другому невозможно было выживать региональным элитам, потому что они были очень зависимы от центра, ну, собственно говоря, как они остаются зависимыми от центра и сейчас. Потому что любое решение вопроса на местном уровне, оно сопровождалось согласованием с губернатором, да, губернатор, как мы знаем, назначался президентом и нес ответственность только перед президентом, соответственно, мог быть только президентом смещен с поста. Да, точно такая же ситуация сохраняется сейчас. Поэтому выживать политические элиты могли, региональные элиты могли только за счет интеграции в политическую партию, в партию власти и получения преференции на основе лояльности. Я хочу сказать, что на сегодня, я думаю, что тенденция особо не поменялась, потому что, ну, условная победа, мы еще не знаем конечных результатов, окончательных результатов местных выборов, но по результатам всех предварительных, да, опросов, экзитпулов, мы знаем, что солидарность, это пропрезидентская политическая сила, она эти выборы выиграла, ну, выиграла в каком плане? Она первое место получила среди остальных политических партий. Но это потому, что использовался админресурс или потому, что все-таки рейтинг президента достаточно высокий или держится на каком-то определенном уровне? Здесь нельзя говорить только об одном факторе. Здесь такой кумулятивный эффект произошел от слияния нескольких факторов. С одной стороны, админресурс, давайте будем откровенны, он был всегда, он есть сейчас и он есть не только в Украине, а и в других странах, там и в Польше, и в Чехии, и в странах Прибалтики. И вот так или иначе все используют. У солидарности была очень грамотная с технологической точки зрения предвыборная кампания. Вот вся агитация, агитационная кампания и телевизионная реклама, и визуальная реклама на улицах города, и работа от дверей до дверей и так далее, она провелась на очень высоком уровне. Плюс ко всему прочему, мы помним, что год назад, еще чуть больше года назад, президент у нас выиграл выборы президентские уже в первом туре, что стало беспрецедентным случаем в истории Украины. И, соответственно, независимо от того, что на парламентских выборах солидарность второе место, уступив там полтора процента, заняла после Народного фронта, но тем не менее, все-таки легитимность этой политической силы была очень высокая. И вот сейчас солидарность, как политическая партия, имеет спустя год еще пока очень большой запас хода, то есть еще пока не потерялась она поддержку, несмотря на не совсем эффективные, может быть, какие-то шаги, какие-то действия. Мы не видим результата в плане прекращения войны, хотя о прекращении войны говорят. Мы являемся свидетелями не очень открытой политики в контексте переговоров с так называемыми ЛНР, ДНР, России, Соединенными Штатами и представителями Евросоюза. То есть мы до конца не знаем, о чем ведутся переговоры и так далее. Но несмотря на вот эти все неразрешенные вещи, поддержка пока у населения этой политической силы остается. Поэтому вот все вместе, это дало результат такой победы. Ну вот такой одиозный мэр-кандидат и, судя по всему, еще раз мэр Геннадий Кернес, он по результатам экзитполов побеждает в первом туре и считает, что выборы в городе прошли толерантно, конструктивно, качественно. Вот корреспонденты радио «Свобода» спросили у Геннадия Адольфовича, который является подсудимым, кстати, по делу о похищении активистов Майдана. Вот как же судебный процесс может повлиять на его дальнейшее мэрство? И вот что он ответил. Я не буду сегодня говорить, сможет, не сможет. Я работаю в нормальном ритме и для меня очень важно, чтобы харьковчане не чувствовали, что я, как городской голова, больше занят проблемами судебными, чем проблемами городскими. Для меня первоочередные проблемы – это проблемы города Харькова и проблемы, которые надо решать совместно для жителей города Харькова. Наш девиз «Любить Харьков – работа для людей», а девиз «Мстить всем без оснований» – это не мой девиз. Поэтому, когда, я назову вещи своими именами, министр внутренних дел Аваков затеял эту месть в отношении меня, он имел неосторожность высказаться следующим образом, что Харьков Керниса – это Харьков уходящий. Те, кто голосует за Керниса – это прошлый Харьков. Так вот, сегодня, 25 октября 2015 года, во время выборов, которые проходили в городе Харькове, харьковчане дали ответ – уходящий это Харьков или не уходящий это Харьков. Поэтому большинство харьковчан, назовем так, 60% поддержало мою кандидатуру на следующую каденцию Харьковского городского головы. Это говорит о том, что я имею авторитет среди людей. И для меня очень важно, чтобы я не обманул ожидания жителей города Харькова. Интересный вопрос, что же в Харькове происходит. Накануне, где-то за неделю, мы включали активиста из этого города, который просто очень так разнервничался, потому что, видно, предчувствовал и знал отношения горожан, что Кернис вновь займется и поздно, еще и сразу за первый тур. Но вот важно сказать, что он почти 66% набирает. Это параллельные подсчеты, которые были. На втором месте кандидат от самопомощи Тараса Ситенко – это 12%. И все остальные 5% и ниже пошли. С чем связан, по вашему мнению, такой большой рейтинг у действующего мэра Харькова? Дело в том, что господин Кернис немножко лукавит в этом интервью, говоря о том, что за него проголосовало 60% харьковчан. Потому что мы прекрасно понимаем, что 60% этих считаются не от жителей Харькова, а от тех жителей Харькова, которые пришли на выборы. А мы уже говорили, что явка была не очень высокая, то есть там по Харькову в пределах 40-45%. Поэтому от этих 40%-45% мы считаем 60% еще. Это реальное количество тех граждан, жителей Харькова, которые поддержали Геннадия Кернеса. Это первый момент. Второй момент. Опять же, здесь важно анализировать проблему, которая коснулась всей Украины, не только Харькова. Это качественный состав тех, кто все-таки на выборы пришел и проголосовал. На самом деле, вот эти восточные области Украины, они характеризуются таким своеобразным объединением менталитета украинского, с одной стороны, с другой стороны, российского. То есть и тот, и тот менталитет славянский. Но украинский менталитет характеризуется таким свободолюбием, с одной стороны, а российский менталитет приверженностью к сильной власти. Поэтому вот даже где-то ментально Геннадий Кернес как сильный хозяин, как человек, который может сказать о умножении на ноль чиновнику на открытом заседании городского совета, который может достаточно жесткие какие-то меры использовать и применить, то есть как авторитарный руководитель, он вызывает симпатию. Но, опять же таки, не у всех слоев населения. Прежде всего, это у рабочего класса, там это промышленный регион, у, опять же таки, пенсионеров, у людей пожилых, но не у молодежи и у более прогрессивного населения среднего возраста, скажем так. Поэтому вот эти все, опять же таки, комплексы вот этих факторов, они дали нам такой результат. Но я хочу отметить тут следующее, что в том, что произошло, ну, избрали, харьковчане избрали, мы, безусловно, все эти результаты принимаем, потому что это выбор тех людей, которые не безразличны к судьбе своего города. Но вопрос заключается в другом. Почему Геннадий Кернес имел возможность баллотироваться на этот пост? Потому что если он подозревается в совершении серьезных преступлений, то должно было проведено расследование, было достаточно для этого времени. Должно было быть вынесено судебное решение, и если было бы доказано, да, был доказан бы состав вины, то Геннадия Кернеса вообще не было бы в избирательных списках. Просто пережайте, на самом деле, мой вопрос. Это один момент, да, а второй момент, вот видите ли вы достойных кандидатов. Но Геннадий Кернес известен на всю страну. Это вот есть несколько мэров, на самом деле, которые вот всем украинцам известны, да, это вот такие игроки в большой политике, если можно так сказать. Но вот остальные, вот от самопомниче, Тарас Ситенко на втором месте, потом Юрий Сопранов, он самовыдвиженец, Игорь Балута, волонтерская партия Украины, Александр Довтяна, он, значит, от блока Петра Порошенко. Кто такой Александр Довтяна? Вот президентская политическая сила выдвигает кандидата, который в принципе, ну, я не знаю, знаком ли вам, но мне вообще ни одна из этих фамилий не знакома. Это нужно как-то гуглить, искать, а что это, кто это. Может быть, это осознанная такая вот безальтернативность? Вы знаете, да, вот я предвосхитила ваш вопрос, а вы предвосхитили мой ответ, потому что на самом деле, ну, я не являюсь жителем Харькова, мне сложно сказать, кто пользуется авторитетом в этом городе, но если просто так вот со стороны эту ситуацию проанализировать, то я думаю, что здесь есть определенная договоренность между нашей действующей властью и, соответственно, действующим мэром Харькова, который стал участвовать в выборах. Потому что, безусловно, политическая сила, которая претендует на серьезную борьбу и победу в избирательной гонке на пост мэра крупного города, да, таково, каким является Харьков, то она подумает о том, чтобы предложить достойную кандидатуру. И поскольку мы не увидели вот этого, да, достойной кандидатуры, то мы можем говорить о том, что существовали определенные договоренности о том, что Геннадий Кернес останется мэром города на следующий срок и, собственно говоря, в выборах его кандидатуру, по сути, молчаливо поддержит. На самом деле, вот, абсолютно противоположное ощущение во Львове, например, в Одессе, да, потому что там конкуренция, конечно, все-таки есть, тоже там медиаперсоны известные, да, там Саша Боровик, который, вот, кто поддерживается Акашевили, значит, на высоте за Сашу Боровика, все просто. Руслан Кашуллинский тоже политик такого общенационального уровня, который известен, но и на самом деле кажется, что там вот конкуренция есть, возможно, и второй тур даже будет в этих городах. Значит, все, опять зрада, так получается, издача, сдали Харьков? Ну, зрада, не зрада, это, понимаете, достаточно сложно, нельзя все интерпретировать в черных и белых тонах. Мы можем называть это зрадой, мы можем называть это просто ситуативным союзом, выгодным на данном этапе, потому что, опять же-таки, удерживать вот эти области, да, и Днепропетровскую, и Харьковскую, и Одесскую в том числе, достаточно сложно, поэтому на самом деле необходимо искать, строить диалог и искать пути к общему, к какому-то знаменателю с представителями местных элит, и особенно с лидерами этих местных элит. Вероятно, это временное решение было принято вынужденно, возможно, хотя, кто знает. Ну, это интересно, во всяком случае, и, ну, печально то, что такие вот мысли, вопросы, они лежат на поверхности, да, и нам приходится только догадываться, что же в кулуарах происходит. Спасибо за то, что к нам пришли и поговорили о результатах выборов в местные советы. Анна Малкина, политолог и кандидат политических наук, наш гость. Оставайтесь с нами, я и мои коллеги подготовили много интересного.